МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первая в Красноярском крае отремонтированная по нацпроекту культура детская музыкальная школа номер 12 сама по себе уникальна. Таких школ в России всего три. В Калининграде, Сургуте и у нас, где учат играть на удивительном инструменте цимбалах. Давайте послушаем, как звучит этот предок рояля в стенах обновленного здания. Сложность в том, что надо прямо очень точно попадать по струнам, потому что они очень близко расположены. Ноты идут через струну, то есть до, ре, ми, а ми и фа, они рядом находятся, как и си, до. Можно только удивляться тому, с какой легкостью и точностью юные музыканты ударяют молоточком по струнам. И не ошибаются, при том, что в цимбалах 78 струн. У нас же на одной ноте три струны, хор так называемый, то есть одна нота звучит сразу три струны, как в рояле. Это прародители рояля. Посмотрели на его конструкцию и сделали, ну вот, сначала это был клавикор, там, клавесин, только немножко другой звукоизвлечение, а потом уже появился и рояль, крышку поднять, там те же цимбалы, только шире. Этот инструмент очень распространен у народов Восточной Европы, особенно в Польше и Белоруссии. Именно из Белоруссии и приехала в Красноярск вместе с мужем военным Надежда Ивашенко и привезла оттуда цимбалы. За 30 с лишним лет работы в детской музыкальной школе номер 12 Надежда Петровна выпустила уже не один десяток учеников. У меня двое учеников закончили, они в Москве. Они там солирующие, играющие, не идут преподавать, не хотят. И сейчас поступила девочка, учится в Белоруссии. Я надеюсь, что она вернется, и я эстафету передам. Тебе нравится вообще на этом инструменте? Очень нравится. Сколько ты занимаешься? Седьмой год. Собираюсь вставать в колледж при Институте искусств. Обучение на цимбалах, равно как и на других инструментах, не прекращалось даже тогда, когда школа закрылась на капремонт по нацпроекту «Культура». С марта по декабрь прошлого года, исключая каникулы, юные музыканты из Витлужанки, Северо-Западного мясокомбината и даже поселка Элиты ездили заниматься в филиал школы на Керенского. Мы все музыкальные инструменты смогли перевезти туда. Рояль здесь был. Это был единственный инструмент, который пережил весь капитальный ремонт в стенах нашей школы. Мы его упаковали, и вот он как здесь стоял, с одного угла на другой его катали. У нас был график такой с понедельника по воскресенье до 8 часов, а то и до 9, потому что надо было заниматься всем. Было не очень удобно туда добираться, учитывая, что у некоторых очень плотное расписание. Мне, к примеру, надо было около 40-50 минут, чтобы добраться только до туда. А потом столько же, чтобы обратно доехать. Но еще неудобнее было заниматься музыкой в школе до капремонта. Все до одного и ученики, и преподаватели почувствовали, как в обновленном здании, их пальчики по инструментам стали передвигаться быстрее. Света было мало и холодно. Пальцы деревянные. Ну, в кофтах занимались. Нам утеплили контур наружный, заменили отопление, систему отопления. Сейчас нам комфортно и тепло. Мы все батареи перекрываем. За 8 месяцев капитального ремонта в музыкальной школе не только поменяли системы отопления, вода и энергоснабжения, и всю электрику. Полностью снесли и заново возвели стены внутри здания. Еще весной прошлого года здесь была пустая коробка без стен, без окон, без дверей. Но строители сделали ремонт в кратчайшие сроки, аккурат к новому 2024 году. В декабре ученики не узнали свою школу. Заходишь, а тут все такое новое, непривычное, все интересное. И она теперь более красивая, более презентабельная. Наверное, самое главное, что легче стало себя слышать в кабинете. Что нету каких-то других звуков соседних. Так легче заниматься. Акустика, да, стала лучше, особенно в актовом. Потому что там слышно стало на последних рядах. С такой акустикой даже удивительные цимбалы стали звучать еще ярче. Кроме концертного зала, в обновленной школе 12 учебных классов, в которых идет обучение по 15 специальностям. У нас не только школа обновилась, сейчас еще обновится инструментальный фонд. У нас есть нехватка инструментов, таких как, например, баян. Очень мало. Да, в этом году действительно мы планируем приобрести по национальному проекту культура музыкальные инструменты. Это два баяна, три балалайки, домру, скрипку, виолончель, гобой, саксофон и флейту. Также мы хотим оборудовать компьютерный класс и закупить учебную литературу. В рамках нацпроекта «Культура» уже подготовлена документация на реконструкцию еще трех детских школ в Красноярске. Художественной школы номер один, музыкальной школы номер три и школы искусств номер 13. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА